всем доброе утро ну что продолжаем я потихонечку буду вязать так что тут у меня мне осталось два кусочка довязать а я еще вот покажу такой момент принципе если вы не хотите вот здесь соединять как я вижу каждый раз вы можете провязать вот видно что здесь расстояние вот меньше меньше уменьшается то есть ну явно столбики с накидом здесь высокие я могу провязать низкие столбики не присоединяя к лепестку потом обрезать нить и при помощи иголочки сшить я чаще всего это делаю потом когда уже снимаю все полотно но захватывая вот желательно нитки те которые сверху находятся то есть не прокалывая чтобы не было этого соединения сшивания видно вот то что соприкасается можно можно сшить но здесь осталось место значит здесь все равно придется столбиком еще заполнить и тут я тоже не буду соединять чтобы потом можно было сшить все вот я закончила оставляя ниточку чтобы можно было ей присоединить но все собрано откалываем булавки читат паровой наметку она у меня вот ярко-зеленая я убираю выкройку и смотрю что у меня тут с лицевой стороны и видите совсем вот вот фактура вот совсем другая да получается не так как с этой стороны тут вот эти столбики арочки они дают вот видите такую полосу а здесь все так как бы сливается и очень симпатично сейчас вот эти дырки по зашиваем . немножко стягивает но и вверху тоже то есть нам практически не нужно даже выравнивать вот смотрите прикладываю стороны и смотрю принципе ровные то есть нет такого что одна шире другая уже либо мы находим там где у нас цепочка заканчивалась то есть чтобы можно было ее потянуть и распустить либо просто берите где вот цепочка немножко вы попадаете вовнутрь петли или там вовнутрь волокна значит просто берете надрезаете ножницы и убираете ее ну и так как вот видите не очень красивый меня получился этот край но я уже обвязывать не буду хотя вы можете в принципе вязать я потом свяжу вот внутреннюю часть и соединю глухими петлями так что планировали что вышло планировали 55 на 40 сейчас смотрим до 40 и 55 53 немножко не хватило длину видите задняя часть то есть 7 вот этих боков 9 сантиметров и вверх сколько рядов можно в 10 посмотреть но желательно чтобы было целое число ну вот в 12 сантиметров у меня получается 1 2 3 4 5 6 7 8 пишу то есть арочка и над ней 38 рядов 12 сантиметров и тогда рассчитываю что если мне нужно думаю как я буду так вязать или так наверное вот так наверно вот отсюда значит мне нужно 40 сантиметров набрать так у нас получается вот это вот у нас будет плотность по горизонтали это плотность по вертикали если у нас 7 вот таких блоков в 9 сантиметрах мы 7 делим на 9 получается 0 и 7 десятых это плотность по горизонтали 0 и 7 десятых вот этих блоков не столбиков а вот как бы рапорта а по вертикали мы считаем мы 8 рядов делим на 12 сантиметров и у нас получается 0 и 6 десятых рапортов рапортов в одном сантиметре то есть я не не петлями а рапорта мере и теперь если нам нужно 40 сантиметров то мы должны плотность по горизонтали 0 7 умножить на 40 и получается 28 28 рапорта рапорта а рапорт у нас состоит столбик сколько там три воздушные столбик над ними 34 воздушные петли значит 28 умножаем на 4 получается 112 воздушных петель то есть мне нужно набрать 112 воздушных петель первый ряд будет столбик без накида 3 воздушные петли пропустить 3 петли то есть само полотно идет вот традиционно 3 воздушные петли также как мы вязали когда соединяли элементы только в обратную сторону 3 воздушные глухая петля вот у меня 3 воздушные внизу я пропускаю два столбика и в 3 провязываю 3 воздушные петли в конце ряда я уже пропускаю 3 столбика и вот тут где петли подъема провязываю глухую петлю теперь разворачиваюсь и в эту сторону я провязываю 3 воздушные и подарочка три столбика три столбика с одним накидом 28 арочек меня так и получилось как вы прошлый раз считали все правильно но я все-таки сделала на один рапорт 3 воздушные петли они 4 потому что слишком здесь цепочка вот так вот ну торчало отходил отопорщилась поэтому не очень этот способ не подошел сейчас я покажу схему значит мы начинаем с вот этой стороны идем сюда дальше делаем глухая петля 2 воздушные петли и не тут тоже пропускаем 2 по моему 2 если я не ошибаюсь или 3 наверно 3 до здесь ты вот как верху все я вспомнила так значит пока просто набираем вот те 84 еще петелек 10 можно набрать про запас значит 94 теперь одну воздушную петлю я пропускаю и провязываю глухую петлю не столбик без накида потому что он высокий получается я вот пробовала как я планировала столбик без накида арочку вообще не то получается фактура как в основном полотне дырки дырки все высоко поэтому делаем так 3 воздушные петли 2 внизу пропускаем глухая петля 18 20 22 24 26 28 да вот как раз отлично 28 так следующий ряд это мы провязали все таки три вот я здесь исправлю три мы провязали вот сюда и в конце связали глухую петлю повернули вязание следующий ряд 3 воздушные и пошли по три столбика под арочку так ну смотрим что у нас тут по низу в принципе вот как бы нормально тут дырочки не очень большие рассказывая что у меня тут происходит происходит я погладила две части вот прямо приложила чтобы они у меня совпадали и сейчас довяжу вот эту вторую часть чтобы она немножко находила на первую так лицо к лицу да тут лицо и тут в общем получилось что я аккуратно сколола совместила все и теперь буду сшивать у меня находит на два ряда видите одна часть на другую я могу и этой же ниткой соединять меня вот из 200 грамм видите осталось столько-то не так либо можно эту нитку расслоить и допустим связать более тонкой будет лучше взять более тонкий крючок и тонкой ниткой так и вот я захватываю нитки и достаточно часто и густо так что у нас тут получается смотрим с проверяем как с той стороны но по-моему все хорошо она потом отпарится от гладиться шов будет не очень толстый потому что нитка тонкая будет классно так и Субтитры создавал DimaTorzok